Здравствуйте! В эфире программа «По скриптум» в студии Михаил Валов. Хакасию душит инсулиновый кризис. Такой громкий заголовок на днях появился на сайте информационного агентства 19RUSINFO. Мои коллеги сообщили печальную новость. Из-за долгов Минздрава республиканские льготники не могут вовремя получить положенный им по закону бесплатный инсулин. Платный, пожалуйста, покупайте, он есть, а вот по льготным рецептам жизненно необходимое лекарство в Хакасии уже почти не отпускается. Что же происходит с бесплатным инсулином, а также вообще лекарствами для льготников? Сегодня мы поговорим с нашим гостем, помощником министра здравоохранения Хакасии Михаилом Мальгиным. Михаил Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Михаил Григорьевич, ну вот мы журналисты все время привыкли все драматизировать, так скажем, где-то искать конфликты, скандалы. Но вот в данной ситуации, связанной с обеспечением льготников лекарствами, насколько тревожная ситуация обстоит сейчас в Хакасии? В общем, ситуация с льготным лекарственным обеспечением у нас в этом году довольно напряженная. И она возникла не сейчас, она уже начиная, наверное, со второго полугодия этого года. Проблема возникает в основном с тем, что мы достаточно активно сейчас занимаемся профилактикой, выявляем новых пациентов. Естественно, они получают льготу, то есть при выявленном заболевании они могут воспользоваться таким правом. То есть льготников становится больше, да? Да. И причем благодаря в том числе усилиям наших докторов врачи диспансеризация выявляет новые заболевания? Да. Только в этом году у нас количество льготников увеличилось на 19,5 процентов. За год на 19 процентов? Да. А можно вообще привести цифры, сколько льготников по Хакасии? Там есть федеральные льготники, региональные, они изо всех же несут ответственность в правительстве? Ну, всего у нас на сегодняшний день льготополучателей почти 65 тысяч. Это каждый десятый житель Хакасии у нас льготник? Да. Из них маленькая часть, это 11 тысяч, это федеральные льготники, все остальные, это те, кто может претендовать на получение региональной льготы. То есть каждый десятый житель Хакасии льготник, и насколько я понял, эта доля растет ежегодно. Да. В том числе благодаря диспансеризации, ну и может быть состояние здоровья населения у нас наставляет желать? Ну, состояние здоровья, это тоже важный фактор, но все-таки мы активно начали заниматься выявлением, естественно, мы находим заболевания, наиболее часто встречающиеся, это сахарный диабет, это онкология. Уже по результатам диспансеризации, которые в этом году мы начали проводить, у нас уже появилось дополнительно более полутора тысяч таких пациентов, в которых выявлено такие заболевания. Ну и вот выявилась проблема, она с одной стороны, в общем-то, простая, что тут как бы долго говорить, есть у нас категория льготников, которым по закону должны обеспечиваться бесплатными лекарствами, выписал врач рецепт, он пошел в аптеку, купил. Эта категория растет, и с другой стороны, деньги в республиканском бюджете на это должны присутствовать. Вот, и я так понял, что их в настоящее время не хватает. Ну, формирование вообще бюджета для льготного лекарственного обеспечения, это два уровня. Уровень федеральный, то есть, где Минфином Российской Федерации, правительством принята норма расчетная, 638 рублей в месяц на одного льготополучателя. Нам известно количество льготников, которые оставили за собой право, у нас, я назвал таких, около 11 тысяч. Соответственно, эту сумму умножаем на количество, на 12 месяцев, и мы получаем сумму средств федерального бюджета. Она, еще раз хочу сказать, каждый год уменьшается. Потому что на сегодня у нас почему-то граждане, пациенты лучше хотят монетизировать свои льготы, отказавшись от получения лекарств. У нас практически на сегодняшний день отказалось почти 73% граждан, которые могли бы получать льготные лекарства. То есть, они решили монетизировать эти льготы. Что касается бюджета республики Хакасия, то формирование бюджета на региональную льготу идет из возможностей нашего регионального бюджета. То есть, от доходов бюджета, от в целом состояния бюджета республики, в том числе и бюджетного здравоохранения. Но, тем не менее, у нас, если посмотреть динамику за три года, у нас есть увеличение. Если в 11-м году у нас где-то сумма была 100 миллионов в год, то в 12-м 142, в этом году 134 миллиона на бюджет. Очень интересные цифры вы озвучили, а самое главное, так скажем, основание, как эти цифры получаются. То есть, получается из возможностей республиканского бюджета. Я вообще удивляюсь, что нет у нас еще телефонных звонков у телезрителей. Напомню, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 227039. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о льготном лекарственном обеспечении в Хакасии. Вот еще раз хотелось бы акцентировать внимание, то есть, ну, это вам, как, собственно, врачу, вы считаете, нормальная, адекватная реакция властей, когда вот ситуация с льготным обеспеченным лекарствами, так скажем, пляшет от возможности бюджета, а не от, собственно, количества людей, которые нуждаются в помощи? Ну, я хочу подчеркнуть, здесь ситуация еще складывается такая, что мы планируем бюджет следующего года накануне. И практически изменения бюджета в течение года не происходит. Но есть еще один момент. Закон, это позволяет, и нормативные документы. Если гражданин отказался от федеральной льготы, то есть, монетизировал ее, то он имеет право получать региональную. И у нас такие есть, кто получает по федеральной льготе в деньгах, а по региональной приходит и заявляет свое заболевание, которое входит в этот перечень. И имеет право получить. То есть, тем самым, ухудшая несколько финансовую ситуацию, то есть, нагрузка на бюджет увеличивается. Причем, эту нагрузку мы, в принципе, предугадать не можем. Ну, вот я смею предположить, что многие люди переходят на монетизацию, то есть, отказываются от такого натурального возможности получить лекарства в аптеке, именно потому, что это непросто сделать. Проще, наверное, все-таки, как говорят, синиться в руке, чем жирали в небе. Лучше получить деньги, там, 638 рублей сумма, конечно. Вот, но хотя бы как-то. Давайте послушаем вопрос телезрителям. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Нам выпишите рецепт на тест-полоски для диабетиков. Мы пятый месяц не можем их получить. И почему? Представьтесь, пожалуйста. Иван Геннадьевич. Иван Геннадьевич, спасибо за вопрос. Спасибо. Иван Геннадьевич, проблема такая существует, потому что больные, которые страдают страховым диабетом, у них льготы распространяются не только на лекарства, но в том числе и на диагностические средства. На сегодняшний день у нас средств хватает только на приобретение лекарств. Поэтому мы тем, кто живет в отдаленных поселениях, то есть далеко от медицинских учреждений и страдает сахарным диабетом, все-таки выписываем тест-полоски, чтобы они могли контролировать уровень сахара в крови. Те, кто живет близко, в городах, компактно, там, где есть медицинское учреждение или фельдшко-акушерский пункт или другое медицинское подразделение, где можно пройти и проверить сахар. Это возможно. Ну, вряд ли, наверное, человек получил такой положительный ответ на свой вопрос. Но, тем не менее, продолжим. Я бы хотел спросить вот о чем. Врачи сейчас знают о том, что многие льготные лекарства в аптеке приобрести сложно. И вот мне сообщали, что есть такие случаи, когда просто человека не обнадеживают, не выписывают им рецепт на получение льготных лекарств, потому что знают, что чего его гонять в аптеку, там пока нет лекарства. Это вот, как вы прокомментируете, есть такие случаи, возможно ли это? Да, такие случаи встречаются, к нам тоже обращаются граждане с такими вопросами. Но по нашим правилам и по действующим порядкам врач, назначивший лекарство, обязан его выписать, тем более льготнику. То есть больной имеет право на рецепт? Да, он должен выписать рецепт. То есть рецепт у пациента должен быть. Согласно этому рецепту он может воспользоваться льготой, то есть получить, допустим, это во льготной аптеке. Если на сегодняшний день в льготной аптеке этого нет препарата, рецепт должен быть принят аптекарем, зарегистрирован. И как только появится препарат, должны сообщить пациенту, вы можете прийти и его получить. То есть там вроде бы как-то очередность складывается, да? Ну мы называем это отложенный спрос. То есть на сегодняшний день нет, как только он появляется, пациент может его получить. Некоторые считают, что если он носит рецепт в кармане, то он куда-то там не пропадет или не исчезнет. У нас выписывается дубликат, у нас рецепт в принципе исчезнуть не может. Я чуть позже спрошу вас насчет того, что сложный спрос, на сколько он растягивается, там месяц, два, три. Но прежде вопрос телезрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Вот сейчас озвучено было, что много появилось больных незапланированных. Но у нас запланировано, ну как бы сказать, выписано лекарство, онкологические больные на пять лет. Мы вроде бы как уже запланированы. Почему у нас-то получается перебой в лекарстве, потому что у нас уже лечение идет пять лет. И мы не хотели бы отказываться от федеральной, значит, льготы. Но нам в большой степени онкологии, еще продолжающая гормонотерапия, нам снимают группы. Хотя они должны быть по жизни, а нас снимают их. И мы, проблема, да лечится, нам лекарства-то не выдают. Хотя мы уже, как бы сказать, по всем спискам льготников на пять лет там выписано лекарство. Почему у нас-то проблема идет? Спасибо за вопрос. Вот как-то два момента. Да, да. Я первую отвечу на часть вопроса, касающегося получения препаратов онкологическим больным. Значит, у нас есть регистр онкологических больных, мы их всех знаем, по ним планируем. Препараты. Есть перебои с поставками, но абсолютного отказа в получении препарата у нас в таких случаях нет. Есть задержки с получением препарата. Могут возникать изменения схемы лечения только с разрешения лечащего врача. Такое есть. Но мы все-таки онкологическим больным отдаем. И они у нас занимают практически 19% из всего бюджета льготополучателей. Да, потому что онкологические заболевания это одни из самых дорогостоящих. Лекарства дорогостоящие. Да, дорогостоящие лекарства. Средний рецепт, ну или средняя сумма средств, которая тратится на онкологических больных в месяц, составляет от 5 до 100 тысяч. И второй момент, связанный с группой инвалидности. По группе инвалидности это отдельный разговор. Вообще это решает медико-социальная экспертиза. Но я не думаю, что снимают онкологическое, по поводу онкологического заболевания снимают группу. Вообще-то больные с онкологическим заболеванием наблюдаются всю жизнь. Михаил Григорьевич, ну вот вопрос, который телезрители нас ждут. Ну вот мы с вами договорились, что да, вот там, республика спланировала в начале года деньги. На 13-й год 130 миллионов, их не хватает сейчас. Нужно что-то делать, да, корректировать как-то, увеличивать это финансирование. Что делается? Вот осталось совсем немного до конца этого года. Мы сейчас практически работаем в таком экстренном режиме, потому что дополнительных средств нам не выделяют. Мы внутри нашего бюджета... Выделяет кто правительство Хакасии? Бюджет Республики. В Министерство финансов. Внутри бюджета здравоохранения мы делаем перераспределение для того, чтобы закрыть горячие вопросы, где если у нас вновь появившиеся пациенты или новые препараты, мы стараемся это закрыть. На следующий год мы предусмотрели увеличение бюджета на медикаментные льготы на 70%, ой, на 70 миллионов по отношению к этому году. То есть мы увеличим еще больше, чем в этом году. Хотя проблема это не только Республики Хакасия во всей Российской Федерации. Не зря у нас принята правительством Российской Федерации стратегия лекарственного обеспечения, где три основных таких ведущих направления... Давайте не будем злить телезрителей, потому что человеку это абсолютно никак не помогает, и что у нас там очень много чего хорошего принимается. Давайте послушаем телезрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня гепатит С, у мужа тоже гепатит С. У меня прогрессирующая, стадия фиброзности третья. Нам лекарств бесплатно вообще никаких не дают. Мы пенсионеры вдвоем не можем вообще вытянуть эти лекарства. Что делать? А то мы можем хотя бы бесплатно выписывать лекарства. Спасибо за вопрос. Значит, гепатит С, там два вида лечения. Противовирусное лечение, это у нас есть программа, кто попадает в программу, получает эти препараты. И препараты, которые защищают печень. Мы их называем гепатопротекторы, это эссенциали и так далее. Эти препараты, они входят у нас в региональный список. Пациенты должны их получать. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем гарантировать, потому что у нас не хватает средств на сахарный диабет, на онкологию. И что остается, это на все остальные заболевания. Вообще есть какая-то стратегия, какая-то методика, вот как распределяются деньги, то есть, не знаю, по очереди какие-то заболевания должны обслуживаться лекарствами бесплатными, либо как-то это, кто вообще регулирует, как в аптеках появляются льготники, как они об этом могут узнать вообще? Ну, вот сейчас нету, а потом появились. Что делать? Ну, вообще мы ежегодно формируем регистры льготополучателей по разным заболеваниям. Те, которые входят в определенный список по заболеваниям. Мы планируем, сколько нужно на год на каждого пациента, планируем, сколько нужно средств. Дальше идет у нас согласование этой суммы с Министерством финансов и в Российскую Федерацию мы отправляем. Российская Федерация нам потом финансирует. Все, что касается региональной льготы, я сказал, что у нас большая часть пользуется региональной льготой. Это сколько средств нам утверждает наш Министерство финансов, на эту сумму мы располагаем. Поэтому нам приходится из той выделенной суммы распределять по группам заболеваний, по неотложности и так далее. Самое, что приходит сейчас в голову, мне лично запомнилось, что нужно просто с этим рецептом не ходить в кармане с ним, а отнести в аптеку, там будет этот реестр. Да, мы будем знать точно, что этот пациент еще не получил препарат. Это будет как бы наша болевая горячая точка, мы будем знать, что нам нужно обеспечить. Давайте послушаем вопрос телезрителям, и тогда будем подводить итоги. Алло, здравствуйте. 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 Вот скажите, пожалуйста, когда приходишь к врачу, он много писать для того, чтобы рецепт, да? А врач объясняет, что у нас не выписывает компьютер, потому что этого лекарства нет в аптеке в настоящее время. И поэтому не может он выписать рецепт, потому что не выписывает компьютер. Вот каким это образом можно вообще сделать это нужно? Ну, такая проблема, спасибо за вопрос, такая проблема в городе Абакане существует, потому что я знаю... Лекарств нет, зато есть компьютер. Я слышал, что до чего должен прогрессить. Нет, ну компьютеры не только для лекарств, они для другого назначения имеют. Проблема существует, когда нет связи между аптекой и врачом, когда он не может посмотреть реальный ассортимент препаратов в аптеке. В маленьких наших районных центрах, где одна аптека, там всегда идут списки, какие препараты на сегодня есть, врач знает. В Абакане есть такая проблема, мы над этим работаем для того, чтобы усовершенствовать систему до конца этого года, чтобы врач мог реально видеть, какие остатки в аптеке есть, чтобы мог он выписать пациенту препарат. Михаил Григорьевич, заключительный вопрос, но, так скажем, при всем при том, что мы сейчас поговорили, я думаю, что телезрители, конечно, не на все свои эмоции нашли ответ. Хотелось бы спросить вот о чем. Кто может решить этот вопрос? Я просто поражаюсь мужеством врачей, которые... Я надеюсь, что все хорошие врачи, они готовы бы помочь людям, но нет денег в бюджете. Вот что нужно сделать, на кого нужно повлиять для того, чтобы эти проблемы в следующем году хотя бы не повторились? Ну, во-первых... На врачей ругаться смысл есть? На врачей? Да. Я думаю, что нет. Потому что врач выполняет свой врачебный долг, он назначает препараты, назначает в соответствии с заболеванием, как он понимает это заболевание. Конечно, проблема в большей части, в большей мере, это финансовая проблема для того, чтобы обеспечить всех лекарствами. Но и пациенты тоже должны понимать, что здоровье это самое главное, его нужно беречь с молоду, и не для того, чтобы потом жить ради лекарств и добиваться. Ну, трудно не согласиться, конечно, желательно вообще не доводить до такой ситуации, но что поделать, жизнь есть жизнь. Я лично надеюсь больше на прокуратуру. Я думаю, что там законы у нас любят читать и надзирать за законами. Будем надеяться, что благодаря усилиям прокуратуры, в том числе и врачам, будет как-то, может быть, легче дышать. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам в программу. Действительно, я очень рад, что мы сегодня на эту тему поговорили. Спасибо. Я прощаюсь с нашими телезрителями ровно на одну неделю. Увидимся в следующий вторник в прямом эфире. Как всегда, не бойтесь перемен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова